Всем привет! Это спортивный инкубатор 70-12 в интернете. И сегодня мы снова познакомим вас с новосями спорта, прошедшими за последнюю неделю. Антон Алёхин, Гонзо Ки-Зет. Здравствуйте! Первая новость – это будут новости о всех прошедших матчах и матче квалификации на чемпионат мира в 2014 году. Сборная России проводила гостевой матч против сборной Люксембурга. Матч завершился разгромной победой сборной России с отчетом 4-0. Самое, конечно, главное событие данного матча – то, что Александр Киржаков смог наконец-таки попасть по воротам с целых двух с половиной метров в упор в полупустую раму. Так что это отметить то, что после матча Геннадий Орлов сжег чертям Останкина на радостях. Но и сборная России набирает очень нужные три очка и становится уже почти полшаги от того, чтобы попасть в Тач-5 мира в 2014 году. Следующий матч – это был матч между сборной Испании и сборной Белоруссии. Матч проходил в Испании. В итоге хозяева победили со счетом 2-1. Была очень упорная встреча. Хотя испанцы давили весь матч, создавали опасные моменты, но в итоге смогли забить лишь два мяча. И то для Фурии Роха в последнее время два мяча – это просто запредельный какой-то результат. Так как сборная, ну, в среднем забивает по одному уголу за матч. Сборная Белоруссии только в самой концовке матча смогла забить свой гол. В итоге сборная Белоруссии завершает эту кампанию на чемпионат мира на последнем месте. А сборная Испании уже так же, как сборная России, в полушаге от попадания на чемпионат мира. Ну и как же мы могли бы обойти стороной матч сборной Казахстана? Наша сборная проводила выездной матч против сборной поваров, адвокатов, домохозяйки, водителей автобусов. Другими словами, мы играли против сборной Фарельских островов. Хозяева открыли счет на 41-й минуте и первый тайм завершились со своим преимуществом, с минимальным преимуществом 1-0. Во втором тайме, почти в самом начале второго тайма, сборная Казахстана смогла сравнять счет усилиями Андрея Финонченко, который буквально втащил уже мяч в ворота на последних силах. На большее не хватило ни тех, ни других. Итоговый счет 1-1. В итоге сборная Казахстана набирает одно очко и также находится вне турнирной таблицы, как и сборная Фарельских островов. Следующая новость – это новость из стана УЕФА. Точнее то, что комитет УЕФА решил вместо товарищеских матчей, после 2016 года такое ведут, вместо товарищеских матчей между чемпионатами, между чемпионатами Европы и чемпионатами мира будет проходить некий новый турнир под названием Лига нации. Суть турнира пока еще не ясна, но по предварительным задумкам и данным турнир будет представлять собой турнир с группами, которые будут расположены несколько футбольных держав Европы и всего мира. Сборная Казахстана же из этих всех групп попадает в предпоследнюю группу. Суть турнира заключается в том, что команда, которая займет в своей группе, первое место поднимается на одну группу выше. Что же произойдет, наоборот, с последней командой? Она перейдет на группу ниже. Сборная Казахстана попадает в одну группу вместе со сборными Бельгиями, Польшей и там еще до конца неизвестны наши соперники. Последняя же группа – это сборная Фаражских островов, с которой мы сыграли 1-1, и прочие-прочие мелкие команды, но стоит отметить то, что сборная Казахстана вполне с распортированными объятиями может ожидать себя в последней группе. Ну и последний матч, о котором мы хотели бы вам рассказать – это своеобразное очередное футбольное порно с пометкой 21+. Сборная Голландии на своем родном стадионе в Голландии, в Амстердаме, принимала сборную в Венгрии. Матч довершился со счетом 8-1. Стоит отметить то, что хитриком в составе хозяев отличился Робин Ван Перси. Но теперь сборная Голландии набирает свои очередные очки, и уже ее все ожидают в чемпионате мира 2014 года в Бразилии. Осталось провести лишь один незначительный матч в своей группе, после которого сборная Голландии, даже набрав уже 1 очко, точно окажется на турнире в Бразилии. Так что это отметить. Так что в следующий раз теперь, друзья, когда вы будете смотреть матч между сборной Голландией, смотрите, нет ли никого дома. Закройте хорошо дверь и наслаждайтесь игрой. Ну и теперь новости из Солнечной Австралии, футбольная федерация которой заявила о том, что якобы Гус Хиддинг, великий Гус Хиддинг, который играл, точнее тренировал сборную Австралии в 2006 году на чемпионате мира и вывел ее до 1-8 финала, что является лучшим показателем в истории сборной, может вновь вернуться к руководству команды. Напомню то, что сборная Австралии проиграла уже ряд последних, последний свой ряд матчей к отбору на чемпионате мира, а Гус Хиддинг ушел, последним, точнее клубом, извиняюсь, Гуса Хиддинга, был Махачкаинский Анжи. Последний год-полтора Гус Хиддинг находился без работы, но и, скорее всего, это случится, Гус Хиддинг вернется в сборную Австралии и надеюсь, что теперь у австралийцев все пойдет по другой ноте. Ну а теперь новость из Англии, а точнее из Ливерпуля. Мерсисадский клуб хочет расширять свою арену, свой любимый Энфилд, который на данный момент вмещает 45 тысяч фанатов. Теперь новый обновленный Энфилд будет вмещать до 60 тысяч фанатов. Но по законам Британского Королевства любая стройка не должна задеть или помешать животным, находящимся возле объекта или на объекте. Ну и в последнее время частным гостем на Энфилде стали летучие мыши. Не-не, друзья, не эти летучие мыши. Самые настоящие летучие мыши, которые, может быть, пришли за своим собратом-кровопийцей-вампиром Суаресом, либо пришли на Энфилд по приказу свыше своего военачальника. Но суть в том, что теперь мыши не могут позволить Энфилду расширяться, и теперь руководству Мерсисадского клуба придется не только улаживать свои договоренности с налоговой, с правительствами, с судами и всякими комиссиями, но теперь придется договариваться и с самими мышами. Ну а теперь очередная новость, прекрасная новость о том, что 11 октября свой 76-й день рождения отпраздновал великий, потрясающий, фантастический сэр Бобби Чарльтон. Человек, который выжил, в прямом смысле этого слова. Сэр Бобби Чарльтон, который выжил в ужаснейшей мюнхенской катастрофе 59-го года, который стал символом нового Манчестера Юнайтеда, тогда уже не красными дьяволами, а фениксами, восставшими из пепла. Тот человек, который привел Манчестер Юнайтед, первый английский клуб победе в Лиге чемпионов UEFA, тогда еще Кубку Ярмарок или как-то по-другому. Сэр Бобби Чарльтон, человек, которому принадлежит огромнейшее количество бомбардирских рекордов как Манчестер Юнайтед, так и сборная Англии. Вообще, мы хотим пожелать сэру Бобби Чарльтону долгих лет, здоровья и счастья ему во всех его начинаниях. Ну а теперь немного новостей из футбольно-игровой индустрии, в смысле приставок и всяких видеоигр. Пошли слухи о том, что якобы Казахстанская премьер-лига может появиться в футбольном симуляторе FIFA 2015 года. Конечно же, этому поспособствовало попадание шахтера, караганинского шахтера в Еврокубке, точнее в Лигу Европы, а также до этого удачное выступление, ну, очень хорошее выступление Ак-Тубе на просторах европейских грандов. Ну а теперь новость из мира бокса, новость о том, что Александр Поветкин после своего боя с Владимиром Кличко, который завершился его полнейшим разгромом, заявил о том, что хочет сделать матч реванша против Владимира. Сам же Кличко не против проведения этого боя, но с одним условием, то, что бой теперь будет проходить в Киеве, ну, вполне справедливо. Очень надеюсь, что бой на этот раз будет интересным, захватывающим, как от него ждали, и мы не получим вторую порцию обнимашек весь, все 12 раундов. Ну а теперь новости бокса, где произошел очень интересный инцидент. В недавнем бою между Орландо Крузом и Орландо Солидо бой проходил за вакантный титул чемпиона по версии WBO. И все бы ничего, кстати, бой зарешился нокаутом Орландо Круза, и все бы ничего, и все бы нормально, но только стоит отметить то, что Орландо Круз – первый боксер, который публично признал свою нетрадиционную сексуальную ориентацию. По-простому можно гномик. В общем, Орландо Круз проиграл этот бой, не смог защитить свой титул. Вполне возможно, он просто не хотел причинять боль своему оппоненту, потому что тот ему был очень симпатичен, или же просто он хотел к нему подкатить весь бой, и противник, испугавшись этого, нокаутировал его. В общем, Круз проиграл, и будем ждать его новых боев, которые будут крайне захватывающие и интересные. Ну а теперь новости хоккея, точнее матч, который проходил между Борисом и Акбарсом. Акбарс в этом матче победил со счетом 5-0, прерывав тем самым очень длинную, красивую серию из побед Астанинского клуба. Так что отметить, что теперь в Восточной конференции Акбарс выходит на первую строчку, сместив оттуда Борис, а переезжает Астанинцев на 2 балла. Стал известен предварительный лист тех, кто уже точно, тех сборных, которых мы уже точно увидим на чемпионате мира в 2014 году. Это стали сборные Бразилии, как хозяев турнира. Это сборные Японии, Ирана, Колумбии, Коста-Рики, США, Аргентины, Бельгии и еще парочки команд, которые также пробились уже на чемпионат мира. Ну в общем, стоит отметить, что испанцы пока еще лишь в шаге от этого, так и прочие сборные. Новость о том, что караганинский Тулпар вышел в элитный раунд европейских команд, войдя в 16 лучших команд во всей Европе по мини-футболу. Мы поздравляем от всей души всех игроков Тулпара, всех, кто относится к этому успеху, тренера, помощники, футболисты, молодое подрастающее поколение. Ребята, удачи вам и надеюсь, что вы будете нас также радовать своими победами и в будущем. Ну а теперь новость о том, что Алмата, которая претендует на проведение Олимпийских игр в 2022 году, хочет поделить это право вместе с Астаной. Напомню то, что эти два города уже принимали Азиаду, и надеюсь, что Олимпиада пройдет, если она, конечно, будет проведена в Казахстане, пройдет на высоком уровне. В общем, пожелаем удачи всем, кто борется за нашу сборную, чтобы мы представляли Олимпийские игры в 2022 году. На сегодня все. Вот такими были спортивные новости на этой неделе. Берегите себя и своих близких, занимайтесь спортом. Также мы выражаем большую благодарность ночному клубу In Time. И поздравляем весь Казахстан с надвигающимся праздником Курбанайт. Удачных вам выходных. Антон Алехин, Гонза Кизет. До встречи.